Амичи вместе с миллионами других людей несколько месяцев ждали 11 ноября, Всемирного дня шопинга. В этот день китайские онлайн-распродажи предлагали скидки до 50%. Только за последние пару месяцев товары в интернете приобрели несколько тысяч жителей региона. Признаюсь, не удержался и тоже заказал себе пару вещей. Не дорогие их, просто я из тех, кто не вполне доверяет виртуальному продавцу. Ведь потом в посылке прийти может все что угодно. Моя коллега Екатерина Климязева пообщалась с теми, кто в этом убедился. Интернет-покупки для Марины Лариковой – дело привычное. А потому, когда в тайском интернет-магазине нашла кулон, о котором мечтала, долго не раздумывала. Заплатила 100 долларов. Через три недели заказ уже был на почте. Но в отделении ее ждал неприятный сюрприз. В конверте вместо кулона оказалось птичье перо. Самое интересное, что сотрудники почты совершенно не удивились этому. Сказали, что это у них далеко не первый случай. Вытаскивают, чаще всего на таможне в Москве. Дело было накануне 14 февраля. Видимо, какой-то сотрудник почты России или таможенник решил сделать девушке такой интересный подарок, не потратив на это ни копейки. Требовать компенсацию с почтовой службы девушка не стала. Интернет-магазин выслал ей такой же кулон за свой счет. Однако так везет не всем. По информации регионального управления Роспотребнадзора, только в Омске в этом году ожидания не совпали с реальностью у 43 интернет-покупателей. Так один пользователь вместо телефона получал камень, другой вместо икры – бутылку воды, третий вместо ноутбука – ношеные сапоги. Чтобы вернуть товар или деньги, важно помнить несколько правил. Здравствуйте, вам посылка. Распишитесь, пожалуйста. Правила простые. Даже если вас просят, не подписывайте документов до получения посылки. Если она окажется вскрыта, доказать это будет непросто. Лучше всего проверять заказ при работнике службы доставки. Если вы поняли, что чего-то не хватает, требуйте бланк для составления претензии. А если все-таки рискнули и забрали нераспечатанную посылку, на всякий случай снимите весь процесс распаковывания на видео. Несмотря на риски, каждый седьмой амич покупает товары в интернете. Среднестатистический покупатель у онлайн-магазина из Омска – молодая девушка от 20 до 24 лет. Заказывают в основном одежду, обувь и спорттовары. Расплачиваться предпочитают банковской картой. Владельцы виртуальных торговых площадок всеми способами пытаются заманить в сеть покупателей, привыкших к традиционному шоппингу. У нас есть такие инструменты, как каталог, который мы выручаем нашему потенциальному покупателю. И, соответственно, объясняем, как делать вообще покупки. Рассказываем, что у нас есть интернет-магазин, что там делать покупки гораздо легче, удобнее, чем ходить в поисках чего-то искать. Эксперты ожидают, в этом году объем рынка интернет-торговли в стране достигнет 900 миллиардов рублей, что на четверть больше показателей 2015-го. При этом доля онлайн-продаж на рынке России не превышает 3,5% против 20% в развитых странах. Рост сдерживают законы. Запрещена дистанционная продажа алкоголя, лекарств. В ближайшее время разрешат дистанционную продажу ювелирных украшений, так же, что прятано в колесе с продажей продуктов питания. Мы считаем, что в интернете должно продаваться все, это должно правильно контролироваться, естественно. Возможно, этот всемирный день шопинга станет последним, когда товары стоимостью до 1000 евро в России доставляли без уплаты налога на добавленную стоимость. Порог для беспошлиного ввоза могут снизить в несколько раз. Это, по мнению экспертов, поможет российским ритейлерам конкурировать с зарубежными. Впрочем, покупатель, которому придется платить больше, может, наоборот, отказаться от покупок. Екатерина Хлемязева, Евгений Слепов, Александр Рябуха. Омск. Здесь.